Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать сидр в домашних условиях. Вообще сидроделие, как и виноделие, на самом деле очень такая широкая сфера и там есть много различных этапов с множеством различных вариаций. И этим видео я открываю целый плейлист по сидроделию, то есть будем сегодня разговаривать о базовых принципах приготовления сидра и рассмотрим самый быстрый вариант. А в дальнейшем будут еще отдельные видео по отдельным тематикам, ну и также по отдельным технологиям. То есть все это с течением времени будет. Мы пока что делаем первый раз, теорию мы уже освоили, будем осваивать все на практике. И, конечно, каждый этап, что у нас получилось, тоже я вам буду показывать. Ну а теперь начнем. Для сидра нам нужны яблоки. Яблоки спелые, про спелость, про кондицию яблок мы как-нибудь поговорим отдельно. Сейчас рассматриваем технологии. Итак, нам нужны яблоки. Мы их собирали с земли, поэтому мы их обязательно моем. Здесь они у нас как раз в водичке. Даем им аптечь, для этого мы используем вот такой вот ящик. Конечно же, перебираем, да, убираем все гнилое, все некачественное и измельчаем. Здесь я вам показываю один из самых распространенных способов измельчения. На самом деле не самый лучший. По измельчению вообще сделаем отдельное видео. Буквально в ближайшие дни расскажем наш опыт, расскажем, что будет наиболее эффективным. И также забегая вперед, скажу, что если у вас нет пресса, то может быть лучше даже использовать обычную бытовую соковыжималку. Из-под мясорубки у нас получилась вот такая масса. Теперь мы ее закрываем. Ну, смотрите, желательно, чтобы емкость немножко не полная и, в принципе, чтобы меньше окислялась пищевую пленочку. Вот сюда плотненько я укладываю и помещаем примерно на 8 часов в прохладное место. Какое? Ну, идеально, конечно, было бы градусов 8-10, но мы помещаем в то, в которое возможно. У нас это подвал. Вот эта наша масса постояла, ну, честно говоря, по времени у нас получилось даже больше. Получились сутки. Теперь мы все это будем прессовать. И для удобства в прессе мы используем фильтровальную ткань. Ну, в принципе, так удобнее, так потом гораздо проще мыть. И качество сусла также получается лучше. И вот оно, наше сусло пошло. Теперь делаем измерение параметров нашего сусла. Очень важно, мы измеряем сахар в сусле не бродящем. Если оно уже начало бродить, у нас будет погрешность. Измерять мы можем рефрактометром, вот он там лежит на досочке. И вот таким прибором, который называется ариометр. Он показывает плотность. Рефрактометр нам правильные цифры покажет только в начале. При помощи этой штуки мы даже можем отслеживать скорость брожения. Итак, опускаем. Аккуратненько. Единственное неудобство, что нужен вот какой-то цилиндр. И смотрим плотность. Примерно получается 1,45. Рефрактометр у нас показывает порядка 12 брикс. Ну вот левая шкала показывает якобы 6 потенциального алкоголя. Но мы сейчас пересчитаем по нашей формуле. Ориентируемся по этой таблице. Смотрите, мой прибор, он будет гидрометр. То есть мы смотрим показания по гидрометру. По гидрометру там просто немножко цифры другие шкала. Итак, мои показатели 1,0,45. Желтенькая колонка, 5,5 алкоголь. В принципе, рефрактометр показывает практически то же самое. И для тех, у кого нет никаких приборов, скажу вам сразу, что сахаристость яблок, вот несколько партий мы опробовали, она плюс-минус вот такая вот, между 11 и 12 процентами. Ну, конечно, может быть что-то большее, но плюс-минус вот такая. Поэтому на эти цифры можно ориентироваться. И важно, крепость сидра 5-7 процентов. То есть в нашем случае добавлять сахар нет никакой необходимости. Либо мы его добавляем совсем чуть-чуть, чтобы повысить крепость буквально на 1-2 градуса. Это 17 грамм сахара на литр. Вот эта цифра повышает крепость на 1 процент. Сливаем сусло в большую бутыль. И по технологии мы еще должны его поставить часов на 10-12, опять-таки в холодное место, чтобы оно отстоялось. И потом снять с осадка. Аналогично, как с белыми виноградными винами. Но я в своем случае этим пренебрегу, поскольку мы все вот прессовали через фильтровальную ткань. Мы этого делать не будем. А вы вполне можете это сделать. Дальше мы можем ждать, пока сусло забродит самостоятельно. Можем внести культурные дрожжи. Ну, вносим их по инструкции. Там есть своя специфика. Я культурными дрожжами не пользуюсь, поэтому не рассказываю. Говорю только, что это есть, это возможно. Я же использую свою дрожжевую закваску, которую я сделала заранее. Вот такая у меня баночка. Здесь тот же яблочный сок. Он уже несколько дней активно бродит. И я сейчас просто его вылью в общий объем. Устанавливаем гидрозатвор. И перемещаем в прохладное место. Чем ниже температура, тем лучше. Ну, конечно же, все по возможности. С момента постановки на брожение прошло чуть больше двух недель. Брожение сильно замедлилось. Вот сейчас мы переместили в тепло и пошевелили бутыль льда. Затвор вот стал булькать. А так просто стояли уже разные уровни. То есть брожение стало замедляться. Здесь я что хочу отметить. Стилистики сидров очень много. Вариаций очень много. Можно ждать, пока полностью выбродит. Потом ставить на карбонизацию. То есть газировать. Можно ждать вообще до весны, когда пройдет там и медленное брожение, и яблочно-молочное. И тогда ставить. Мы будем пробовать несколько вариантов. Сегодня я покажу один. В дальнейшем все мои пробы я тоже вам буду показывать по мере того, как мы их будем делать. Вот такая у нас красивая сусилка. Я бы даже сказала, что уже довольно неплохо осветлилась. Ну, конечно, мы сюда осветление полного далековасто. Ну, так вполне ничего. И сейчас замерим остаточный сахар. Получается где-то 1,13 приблизительно. Ну, конечно, нам для правильного измерения надо было бы, чтобы сусло было 20 градусов. Ну, нет такой возможности. Поэтому мелкими расчетами пренебрежем. При переводе этих единиц в сахар мы получаем слишком большое значение. Около 3. Нам надо, ну, желательно 2,5. Даже от 2 до 1 процента. Потому что большой сахар, это может быть избыточное давление в бутылке. Соответственно, могут быть всякие конфузы. Поэтому мы еще ждем. Еще пусть побродит, но периодически. То есть уже, поскольку все замедляется, надо проверять и смотреть этот сахар. То есть в данном случае мы сделаем вариант пятна. Ну, вот по аналогии с пятнатом. Будет дображивать сидор на своих сахарах. Другие варианты, повторюсь, я потом тоже буду рассказывать. Когда мы дожидаемся нужного количества сахара, мы разливаем все это в бутылки. Можно использовать бутылки вот с такой бюгельной пробкой. Можно использовать бутылки из-под шампанского. Тогда они укупориваются. Я специальную пробку не снимала. Вот такой кронин пробкой. Но для этого нужен специальный укупориватель. Можно ли использовать пластиковые бутылки? Теоретически можно. Если у вас никаких других вариантов нету, ну, пробуйте в пластике. Что поделать? Вот стоят уже у нас такие бутылочки. Две первых. Нам попробовать. И смотрите, температура. Стала на улице прохладно. 15 градусов. В случае, если у вас нет возможности замерять вот эти остаточные сахара нечем, путаетесь с расчетами, либо пропустили момент и брожение остановилось, тогда вы просто снимаете ваше сусло с осадка, добавляете сахар, не более 2,2 грамма сахара на литр. Потому что, если вы добавите больше, может быть избыточное давление, соответственно, стеклянную тару может порвать. Поэтому вот до этого предела от 1 грамма, ну, просто газация будет меньше, до 2,2. Сахар вы нормально растворяете в этом же соке и потом заливаете в бутылки. Когда можно пробовать? Ну, примерно недели 3 нам надо, чтобы постояло. Вот у этих прошло, наверное, недели полторы. То есть мы дождемся результата, вам покажем. Ну и, конечно, как обещала, в процессе будем рассказывать остальные всякие нюансы, которые касаются сидроделия. И таких пару моментов касательно времени брожения. Смотрите, вот эта бутыль, вот эта, она стоит с 19 августа. Сегодня у нас 15 сентября. То есть практически месяц брожения еще идет. Для сидров лучше всего использовать затворы вот такого типа, в принципе, как и для всего виноделия. Перчатка здесь будет непоказательна. Перчатка будет показывать брожение вот здесь. Вот оно сейчас булькнет. То есть оно еще на достаточно такой активной стадии. Как только оно начнет снижаться, перчатка уже вам не покажет ничего. Поэтому предпочтительно иметь затворы вот такого типа. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также напоминаю, что на канале будет целый плейлист, посвященный приготовлению сидра. Также на канале есть плейлисты по приготовлению домашнего вина из винограда, по выращиванию винограда. Ну и поскольку мой виноградный канал, то под видео я вам оставляю каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!